Подробнее о том, какие меры необходимо принимать при укусе клеща, мы поговорим с начальником эпидемиологического надзора Раисой Косаревой. Раиса, здравствуйте. Вот если поставить иммуноглобулин после укуса, значит ли это, что человек не заболеет? Ну, даёт гарантию комплекс мероприятий при укусе клеща. И профилактические мероприятия, которые на сегодняшний день проводятся в массовом порядке, это вакцинация населения против клещевого энцефалита. Скажите, а что это за профилактические мероприятия? Если от человека напал клещ, он в любом случае должен обратиться за медицинской помощью по месту жительства в инфекционный кабинет. Если он до этого не снял клеща, то это помогут провести, снять клеща медицинские работники. Желательно исследовать клеща на инфицированность. Если лабораторное исследование подтверждает инфицированность клеща той или иной инфекцией, то поступает в зависимости от того, от анамнеза заболевшего. То есть, если клещ инфицирован клещевым энцефалитом, если человек привитой, имеет не менее трёх прививок от клещевого энцефалита, то дополнительно иммуноглобулина профилактика не проводится. Если клещ инфицирован другими инфекциями, допустим, боррелиоз, анаплазмоз, в этом случае инфекционист назначает с профилактической целью антибиотики определённые и проводит медицинское наблюдение. Если у человека нет возможности исследовать клеща, в этом случае поступает так, как если человек этот не привит против клещевого энцефалита, то проводится одновременно мероприятие по профилактике клещевого энцефалита. Это введение иммуноглобулина и профилактика других клещевых инфекций, которые передаются через укусы клещей. Это антибиотик, профилактика. Раиса, но всё-таки помогают ли вакцины от укуса клеща? На сегодняшний день клещи передают ряд инфекций. К сожалению, управляемой инфекцией, то есть с помощью вакцинации, которой можно защитить от инфекционного заболевания является только клещевой энцефалит. Ряд других инфекций, которые также передаются через укусы клещей, они, к сожалению, не предупреждаются путём вакцинации. Есть другие методы профилактики. С этой целью проводится антибиотика-профилактика таких инфекций, как клещевой барлиоз, релихиоз, фаноплазмоз, которые также регистрируются на территории Челябинской области. Скажите, а на сегодня сколько уже зарегистрировано случаев укуса клещей? На сегодняшний день уже зарегистрировано свыше 5100 обращений по поводу укуса клещей. За последнюю неделю только свыше 930 жителей обратилось за медицинской помощью. Каждый четвёртый пострадавший это ребёнок. С подозрением на клещевые инфекции на сегодня уже госпитализировано 40 жителей области. Ну, кому-то подтвердится заболевание, кому-то нет. Это случаи с подозрением и на клещевой энцефалит, и на клещевой барлиоз. Спасибо. И я напомню, на связи с нами была Раиса Косарева, начальник отдела Роспотребнадзора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова